Вячеслав Яблоков – заядлый путешественник. В этом году, как и многие, оказался ограничен в выборе направлений для отдыха. У меня там есть открытая длинная шенгенская виза на пять лет. Европа вся в локдауне. Я общаюсь со знакомыми, которые живут во Франции, Великобритании, вплоть до комендантского часа, действующего во Франции на текущий момент. Мне отрекомендовали Кубу, но сказали, что Великшанс, примерно 25 человек с каждого рейса на основе тестов, которые проводят сейчас на Кубе, вместо пятизвездочного отеля отправляют в резервацию для подтвержденных заболеванием ковида. В итоге выбор пал на африканскую Танзанию. Остров Занзибар в этом году открыли для себя многие россияне, поскольку туда не требуются результаты теста на коронавирус. И хотя уровень сервиса там далек от европейского и нет системы all-inclusive, как в странах Карибского бассейна, насладиться можно экзотической природой, рассказывает Вячеслав. В сафари слониха, которая проходит в двух метрах от машины и хоботом подталкивает слоненка, чтобы тот мог зайти на пригород. Это животные в естественной среде, в которых ты наблюдаешь слоны, тигры. Я в первый раз в жизни, оказывается, видел жирафов. Я думал, что они большие, но я не представлял, что настолько. Африканский Занзибар этой зимой оказался в топе зарубежных поездок самарцев, поскольку туда появились прямые вылеты. Не требуются визы и ПЦР-тесты, рассказывают туроператоры. Можно назвать Занзибар, как ни странно, но базовым направлением. Также на новогодние праздники из Самары были прямые рейсы в Анталию. Также из Самары был рейс в Стамбул, что тоже нас очень радовало. И были достаточно хорошие программы. Но потом были введены ограничения и обязательный ПЦР-тест. То есть до этого Турция тоже нас принимала без каких-либо тестов и виз. И, к сожалению, на период января-февраля данную программу сняли. Мы очень ждем опять ее открытия в марте. Очень ждут открытия чартеров и в Грецию. В этот понедельник Россия возобновила с ней авиасообщение, но улететь можно регулярными рейсами из Москвы, как и в Сингапур. Кипр анонсировал, что будет принимать туристов с 1 марта. Рейсы из Самары уже выставлены с 25 апреля. Также туроператоры ждут чартеры в Объединенные Арабские Эмираты. Туда есть пока только регулярные рейсы из Самары. В УАЭ принимают с отрицательным результатом ПЦР-теста, который повторяют в аэропорту Дубая. Поэтому для путешествия в Эмираты и другие страны, куда требуют результаты теста, необходимо оформить страховку, рассказывают в турфирмах, поскольку в связи с пандемией риски серьезно возросли. Сейчас турагенты, те, которые остались, очень переживают за это. И без страховки дополнительной, которая дополнительно к туру идет от ковида, от невыезда, если они не покрывают вот этот момент, то я не рискую отправлять без данной страховки. Очень сложно работать в этом году. Почему? Потому что все, что ставятся вылеты, они постоянно меняются. Или вообще отменяются. Люди бронируют, потом перебронируют. Более того, есть некоторые моменты, когда туроператоры отправляют уже туристов, и только в самолете известно, что у них будет возврат не в этот город. Фактически потеряли самарцы в этот сезон традиционные зимние направления – Таиланд, Индию, Гуа, Вьетнам. Зато те, кто мог себе позволить, отправились на Мальдивы, вылеты только из Москвы. При этом туроператоры отмечают, что цены на отдых выросли на 15-20%. Сейчас идут акции раннего бронирования, поэтому еще можно успеть выбрать тур по небольшой стоимости, поскольку ближе к лету цены снова пойдут вверх. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События.